В последнее десятилетие на мировой шахматной доске появился новый амбициозный и мощный игрок. Это имперская Турция. Совсем недавно Редже Пардоган шокировал мировое сообщество предельно откровенным заявлением. Турки оставили свой след повсюду, до Балтийских государств на севере и до Китая на востоке, отметил он. Нам задают вопрос, что вы там ищете? Но на самом деле стоит спросить, почему вас там так долго нет, резюмировал Эрдоган. Впрочем, и без этого заявления сегодня никто не сомневается, что Турция взяла курс на реставрацию Османской империи, которая во времена Ивана Грозного была величайшей сверхдержавой мира. Уже сейчас силой оружия Анкара прочно закрепилась на севере Сирии и активно участвует в переделе Ливии. Особенно яркой заявкой на построение новой Османии стало чрезвычайно успешное участие турецких войск в недавнем столкновении Армении и Азербайджана в Карабахе. Выступив на стороне Баку, Турция практически обеспечила Азербайджану победу в скоротечном конфликте. Во многом ее опередили новейшие вооружения, предоставленные Анкарой. По мнению военных аналитиков, перелом в Карабахской кампании определили турецкие беспилотники Байрактар ТБ-2, которым армянской стороне оказалось нечего противопоставить. А ведь Байрактар и лишь ничтожная часть вооружений, которые разработала и производит современная Турция. В данном ролике мы расскажем о семи новейших оружейных разработках этой страны, с помощью которых турки намереваются вернуть государству былое величие. Оказывается, у Анкары есть не только лучшие в мире беспилотники, но и танки, не уступающие хваленым Абрамсам, летающие пулеметы и даже рельсотрон. Смотрим, удивляемся и, конечно же, подписываемся на наш познавательный канал. Гордостью ВПК современной Турции являются беспилотные летательные аппараты. О знаменитых Байрактарах мы расскажем в дальнейшем, а начнем с новейшего образца, вставшего на крыло всего год назад. Тяжелый ударный беспилотник «Байкар Акэнджи» по сути представляет собой полноценный самолет. Он весит 4,5 тонны, из которых около полутора тонн – это бомбы, крылатые ракеты и планирующие боеприпасы с лазерным наведением. Кстати, тоже турецкого производства. Беспилотный бомбардировщик способен подниматься на высоту до 12 километров и развивать скорость до 500 километров в час. Топлива в баках хватает на 24 часа полета. Таким образом, «Байкар Акэнджи» способен долететь до любой точки мира, кроме разве что Антарктиды, а затем нанести сокрушительный удар. Столь впечатляющее дальнодействие обеспечивают два украинских турбовинтовых двигателя АИ-450С, разработанные на запорожском заводе «Мотор Сич». Раньше здесь делали моторы для российских вертолетов, но после обострения российско-украинских отношений продукция предприятия стала уходить в Турцию. На сегодня «Байкар Акэнджи» является, пожалуй, лучшим тяжелым беспилотником мира. Самый продвинутый американский аналог «Глобал Хоук» в модификации RQ-4B уступает «Байкару» по грузоподъемности. При этом его собственный вес почти в полтора раза выше. Российский охотник способен нести гораздо больше боевой нагрузки, но дальнодействия этого дрона в два раза меньше, чем у «Байкара». Возможно, следующая информация покажется кому-то неприятной, но летом 2020 года «Эрдоган» получил возможность уничтожить Черноморский флот России, не вставая с дивана. Точнее говоря, для этого ему не придется подгонять боевые корабли к Севастополю для прицельного выстрела. Полгода назад завершились испытания новейшей турецкой противокорабельной ракеты «Атмака» с максимальной дистанцией полета 360 километров. Напомним, что между Балаклавой и мысом Керемпе на Анатолийском побережье всего 280 километров. «Атмака» разрабатывалась и тестировалась более 10 лет. В итоге у Турции появился практически полный аналог знаменитой российской ракеты «Бал», которая способна добить из Крыма до Босфора. Особенности «Атмаки» до сих пор держатся в тайне, но есть основания полагать, что она технологичнее «Бала», поскольку имеет систему двусторонней передачи данных. Это позволяет наводчику корректировать ее полет, не полагаясь исключительно на головку самонаведения и спутниковую навигацию. Турция планирует вооружать «Атмаками» как наземные батареи, так и корабли. Современными ракетами постепенно заменят морально устаревшие американские «Гарпуны», которыми оснащены турецкие фрегаты и эсминцы и сейчас. Какая же сверхдержава без собственного танка? В Турции это поняли давно и еще в конце нулевых годов приняли решение о разработке тяжелой машины. Усилия в данном направлении активизировались во времена сирийской кампании, где со стороны Турции применялись немецкие леопарды. В условиях реальных боев они горели пачками, а турецкие танкисты презрительно называли их бумажными. В ответ Эрдоган приказал форсировать разработку собственного танка «Алтай» по характеристикам сопоставимого с «Абрамсом» или Т-90. К концу 2020-го усилия принесли плоды. Турция построила четыре первых экземпляра тяжелых танков. «Алтай» оснащен двигателем мощностью 1500 л.с., пушкой калибра 120 мм, двумя пулеметами, включая зенитной, и, разумеется, динамической защитой. Таким образом, характеристики турецкого танка примерно совпадают с показателями машин, стоящих на вооружении сверхдержав. Да, «Алтай» не превосходит лучшие образцы, а всего лишь им соответствуют. Но даже это является огромным достижением Турции, поскольку ставит ее в один ряд с избранными странами, самостоятельно производящим столь мощные машины. Ожидается, что вооруженные силы Турции в ближайшем десятилетии получат не менее тысячи «Алтаев», а несколько сотен уже заказал Катар и другие арабские страны. В Лигу военных сверхдержав Турцию переводит и разработка новейшей самоходной артиллерийской установки «Фортына-2». Первые три экземпляра этой военной супертехники турецкие войска получат уже в начале 2021 года. САУ способна стрелять на расстоянии до 40 км снарядами калибра 155 мм, что, в общем-то, не такое уж и достижение. Тем не менее, число государств, умеющих производить подобные установки, можно пересчитать по пальцам. «Фортына-2» весьма дальнобойна, а главное — оборудована ультрасовременными системами управления огнем. Для наведения орудия используется спутниковая навигация, телевизионные приборы и тепловизор. Предметом особой гордости турецких инженеров является режим «шквал огня», в котором гаубица делает три выстрела всего за 15 секунд. В нормальном режиме пушка производит 6 выстрелов в минуту, что является отличным показателем на фоне характеристик лучших САУ России и Америки. Высокая скорострельность самоходной гаубицы достигается полностью механизированной системой заряжания. Её разработала турецкая фирма «Асэлсан», так что Турция, как и Россия, активно применяет концепцию импортозамещения, особенно в производстве вооружения. Турция Предметом особой гордости турецкого ВПК являются беспилотные аппараты «Байрактар ТБ-2». Их нельзя перечислить к новейшим вооружениям, поскольку дроны производятся уже 5 лет. Зато они невероятно эффективны. Благодаря малым размерам «Байрактар» им не всегда способен обнаружить даже лучший в мире ЗРК ближнего радиуса защиты «Панцирь С-1». Как ни прискорбно для российского ВПК, но именно это наглядно показал недавний конфликт в Нагорном Карабахе. В результате армянская армия оказалась беззащитна перед ударами «Байрактаров», что стало одним из ключевых факторов победы Азербайджана. Взлетная масса этого неуловимого дрона составляет 650 килограмм, из которых 150 приходится на вооружение. Максимальная скорость «Байрактара» составляет 220 километров, а радиус управления с наземной станцией — всего 150 километров. Казалось бы, характеристики достаточно скромные, но, вероятно, турецким инженерам удалось найти ту самую золотую середину между мощностью и малозаметностью. Она позволяет «Байрактару» ускользать от систем ПВО и в то же время обрушивать на противника достаточно серьезный ракетно-бомбовый удар. В 2019 году Турция стала первой в мире страной, армия которой получила на вооружение тактический дрон-пулемет. Модель получила название «Зангар» и предназначена для уничтожения засад, сопровождения автоколонн и защиты оборонительных позиций. Беспилотник весит всего 25 килограмм с учетом боезапаса к пулемету из 200 патронов калибра 5,56. Он может подниматься на высоту до 3 километров и баражировать в радиусе 10 километров, обеспечивая прикрытие или, наоборот, агрессивно атакуя противника. Необычность летающего пулемета заключается в невероятной точности ведения стрельбы. Испытания показали, что он с легкостью поражает мишень размером 15 сантиметров с расстояния 200 метров. В ближайшем будущем разработчики обещают довести дистанцию прицельного выстрела до 400 метров. В этом случае дроны «Зангар» станут практически неуязвимыми для стрелкового оружия. Интересно, что даже у признанных лидеров разработки вооружений США и России столь высокоточные летающие пулеметы только разрабатываются, а амбициозная Турция их уже поставила в армию. И, наконец, ни одна сверхдержава не обходится без перспективных видов вооружений. Новая османская Турция старается соответствовать данному статусу, поэтому Анкара создает и пока экзотические виды оружия. В частности, речь идет об электромагнитных пушках будущего — рельсотронах. Полтора года назад Турция провела успешное испытание прототипа Гаусс-пушки, который называется Сахи-209 Блок-2. Турецкий рельсотрон имеет калибр 35 мм и силовую установку мощностью 10 мегаджоулей. Стреляет снарядами массой 1 кг, которые летят на расстоянии до 50 км. Как и во всех аналогичных системах, снаряды не оснащаются боевой частью, поскольку выражение цели достигается за счет гигантской кинетической энергии болванки. Как сообщали турецкие СМИ, испытания рельсотрона прошли успешно, и по их итогам он будет совершенствоваться. До недавних пор пушка Гаусса разрабатывалась только тремя странами — США, Россией и Китаем. И кто знает, возможно, именно разработка этого оружия звездных войн окончательно введет Турцию в высшую лигу военных сверхдержав. СМИ. 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 СМИ.